Пятый сезон инновационного образовательного проекта Лига школьного предпринимательства стартовал в Ульяновске. За пять лет участия в реализации проекта приняли более полутора тысяч учащихся старших классов. Ребята изучают основы предпринимательской деятельности, на практике знакомятся с действующими предприятиями и разрабатывают собственный бизнес-проект. Самая главная задача, которая у нас стоит, это через игровой формат вовлечь молодых ребят в эту большую, хорошую, добрую историю создания своего дела и заразить по-хорошему этой болезнью, если хотите, потому что предпринимателем не становится. Честно говоря, им нужно все-таки родиться, это как любая творческая, как композитор, как художник. Другой разговор, что можно научить продавать когда-нибудь, но вначале дать хотя бы понимание, что ты можешь в своей жизни сделать, что-то своими руками, своим сердцем, свое дело. Вот это главное, пожалуй, определение, которое нужно заложить в голову. Это вообще, в принципе, в контексте нашего прихода в школы, вне урочка и той основы предпринимательской деятельности и в этой логике. Лига школьного предпринимательства всегда была авангардом этого процесса, и через нее, кстати, нам постепенно удалось, если хотите, вовлечь все стороны в этом вопросе, и Министерство образования, и школы, и родители, и учеников, и когда увидели первые успехи ребят, которые в деловой игре создают свои проекты, генерят свои новые идеи, а на примере компаний, которые бы они могли бы создать, понятно, что, я думаю, 99% этого не будет, но если останется этот опыт, положительный опыт, этот опыт общения в процессе проекта не только с мастерами, но и с живыми предпринимателями, которые сегодня, далеко от них отойдя, делают свои проекты, делают свои бизнесы, это, конечно, очень хорошо, чтобы они и по-другому к этому относились, и не просто как к какому-то непонятному факту, вот, какие предприятия там есть, там, и все, что, а я пойду, наверное, буду работать юристом на одном из них. А вот когда ты сможешь делать сам свое дело, на примере вот этой, допустим, фото-бизнеса в объективе, этой выставки, которая здесь постоянно на прописку пришла, кто-то начал из гаража и создал лучшие в России предприятия мебельного производства, кто-то начал дома печь пирожки и сегодня создал самую крупную, крутую сеть в Ульяновске, пекарен, таких людей много, и вот такие люди должны быть героями нашего времени, должны быть, ну, если хотите, для этих молодых ребят, для школьников, примером, на который стоило бы равняться и которым стоило бы гордиться. Вот задача этого проекта. Какие результаты? Результаты, ну, через пять сезонов, через четыре сезона прошло небольшое количество ребят, которые, мы надеемся, это останется у них, и из них получатся в будущем какие-то интересные проекты, интересные предприниматели. Встреча участников прошла в Ульяновской школе номер 82, учащиеся которой за пять лет работы Лиги предпринимательства неоднократно становились ее победителями. Вот и в прошлом сезоне бизнес-проект, разработанный старшеклассниками этого учебного заведения, занял первое место. В предыдущем сезоне Лиги школьного предпринимательства, гран-при мы выиграли с проектом туристической фирмы, которая называлась «Изворяков греки». Мы выбрали именно это направление, потому что в нашем регионе туризм не очень активно развивается, поэтому мы решили зайти именно на эту тему и разработали такой бизнес-проект. Так как в нашем городе есть много достопримечательностей интересных и есть что показать, мы старались сделать так, чтобы туристическая фирма смогла удовлетворить условия всех потребителей. То есть это должно было быть интересно и не очень дорого, чтобы смогли поучаствовать все. Не разочаровались за это время? Думаю, нет. Конечно, далеко не все из тех ребят, что защищали и реализовывали свои проекты, в дальнейшем свяжут свою жизнь непосредственно с предпринимательством. Но опыт, полученный здесь, им, безусловно, пригодится. К тому же Лига – это прекрасная возможность проявить себя уже сегодня со школьной скамьи. Ну, конечно, дети говорят спасибо тому, что они здесь, мы вот жили как одной семьей. То есть у нас была одна команда, и не было такого, чтобы кто-то тянул одеяло на себя. Детям это нравилось, они здесь развивались. Кто-то проявил свои математические способности, кто-то вот именно лидером был. Не обязательно какой-то свой бизнес организовать, а найти себя. То есть быть креативным человеком и именно найти свою нишу в обществе. Вот и все. То есть не обязательно они у меня будут бизнесменами, хотя некоторые уже есть. Лига школьного предпринимательства возникла в нашем регионе в 2014 году. Одним из вдохновителей этой идеи был губернатор. И сегодня в правительстве региона возлагают большие надежды на ребят, делающих первые шаги в предпринимательстве и отстаивающих свои проекты в рамках Лиги. На самом деле мы с вами вот это мероприятие видим, и мы как правительство видим, как один из элементов, одно из мероприятий реализации национальной цели, которую обозначил президент Российской Федерации. И эта национальная цель, национальный приоритет звучит как развитие малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы. Что самое главное, я считаю, удалось достичь нам. Нам удалось вот обеспечить такую очень связанную вертикаль, вертикаль возрастов в идее развития предпринимательства. Опыт Ульяновской области, накопленный в сфере развития предпринимательства, сегодня востребован далеко за ее пределами. А очередной сезон Лиги, открывшийся в нашем городе, это прекрасная возможность для сотен ребят проявить свои предпринимательские способности и сделать первый самостоятельный шаг навстречу успеху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова